Это очень хорошее место для парка и вообще для городской рекреации, то есть для места для горожан. То есть оно окружено самой многофункциональной застройкой, это жилье и часть промы есть, общественные здания, сооружения. И это явно... А в городе явно не хватает в центре обустроенного городского парка, поэтому это очень хорошая территория. Кроме того, важно, чтобы эта территория связала между собой, по сути, две части города. На эту концепцию, вот это первый этап осознания концепции, то есть концепция поймы реки Царица, это планируют сделать за весну, ну плюс-минус вот такие даты. Будут проводиться детальные анализы рисков и технического состояния всех проживающих объектов. В целом, что можно сказать, что это место подтопляемое, это место с плывунами, то есть там в принципе не рекомендуется какой-то значительный строительство. То есть там очень грубо, многоэтажные дома там строить не нужно. Кроме того, не нужно, например, была идея вытащить реку Царица обратно из трубы, чтобы возродить этот исторический ландшафт, опять же сделать Красный парк. Это тоже, к сожалению, сделать не получится, потому что она может сильно нарушить гидротехнический баланс и подтопить территорию. Но есть идея, чтобы сделать реплику на эту реку, то есть просто некий декоративный водоем, который будет как река стекать в сторону Волги. Мне моя редакция по поводу Морятника, что это является частным владением. И есть ли разговоры сейчас с владельцем о том, какие планы будут вы строить на собственное здание? Смотрите, с владельцами мы, очевидно, будем общаться, разговаривать. Сейчас мы констатируем просто техническое состояние здания, что оно, к сожалению, не подлежит достройке. И его реконструкция будет стоить невероятных денег по сравнению с тем, чтобы даже просто на этом месте сидеть что-то построить. Очевидно, что это будет все в рамках закона с законом владельца обсуждаться. Сейчас вопрос просто про технические обследования, что есть на данный момент. Это факт.